Индийский хит «Ррррр» «Рядом ревёт революция» получит продолжение. Режиссёр Срисайл Раджамули это подтвердил лично, заявив, что его отец, сценарист Виджаэндра Прасад, сейчас занимается продумыванием сюжета. Речь идёт об одном из самых дорогих в истории Индии блокбастеров, который рассказывает о том, как реальные индийские борцы за свободу 1920-х годов решили объединить силы для борьбы со своими заклятыми врагами в лице британских оккупантов. Трёхчасовой фильм наполнен впечатляющей хореографией и трюками, а также классными практическими и визуальными эффектами. Пусть даже и по индийским традициям происходящее настойчиво игнорирует законы физики. Всем привет, это GSTV. Сегодня воскресенье, 20 ноября 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости кино последних дней. Гильермо Дель Торо уже строит планы на второй сезон «Кабинеты редкостей». 9 декабря состоится премьера мрачной анимационной адаптации «Пиноккио», в связи с чем Дель Торо дал интервью изданию IndieWire, в котором и рассказал про потенциальный второй сезон своей хоррор-антологии. Режиссёр говорит, что все 30 лет своей карьеры он стремился поддерживать малоизвестных кинематографистов, которые впоследствии, благодаря его содействию, сделали себе в Голливуде громкие имена. Он был наставником Хорхе Гутьереса при создании «Книги жизни», помогал Хуану Антонио Байони с приютом и открыл миру Андреса Мускетти, спродюсировав «Маму». Дель Торо убеждён, что «Кабинет редкостей» — это как раз идеальная платформа для помощи молодым коллегам. Один сезон этого проекта позволяет поддержать восемь кинематографистов. У них есть полный творческий контроль, работа в идеальных условиях и целый час хронометража. Netflix пока не определился по поводу второго сезона «Кабинеты редкостей», но в случае положительного исхода у Гильермо уже есть идеи насчёт режиссёрского состава. При этом, будучи автором шоу, в продолжении Дель Торо хочет увеличить свою творческую вовлечённость, поэтому в случае продления сериала на второй сезон он собирается лично написать первый и заключительные эпизоды. Напомним, что первый сезон стартовал 25 октября. Перед каждой серией Гильермо Дель Торо достаёт и ставит на стол маленькую фигурку постановщика, заявляя таким образом редкое для телевизионных проектов приоритетное внимание к режиссёрам. Каждый эпизод действительно получился очень самобытным и интересным, и непременно со своими режиссёрскими фичами. Корейское кино продолжает удивлять. 1 декабря выходит новый безудержный экшен о мести «Помнить». В этот раз в фильме Ли Ильхёна нас ждёт напряжённый триллер, почти самурайская история о мести и голливудский экшен, от которого невозможно оторваться до последних неожиданных и трогательных кадров. Снят «Помнить» масштабно. Это не только захватывающая история о возмездии, но и флэшбеки в 60-летнюю драматичную историю одной семьи и целой страны. Напряжённые гонки на красном Порше, харизматичные герои, остроумные диалоги и неожиданная развязка, никого не оставят равнодушным. Сюжет – Пиль Джу, отставной солдат 80 лет, страдающий болезнью Альцгеймера. На его пальцах вытатуированы имена. Это имена людей, план мести, которым он вынашивал долгие годы. Вместе с молодым напарником он отправляется в смертельно опасное путешествие, цель которого – убить их всех одного за другим. В главных ролях – роскошный Ли Сон Мин и Нам Джу Хёк, один из самых знаменитых и богатых актёров Азии. Фильм уже стал лидером проката в Южной Корее, собрав около трёх миллионов долларов на первой неделе проката. Так что если вы не знаете, на что сходить в кино, приглядитесь. Фильм «Чёрная пантера. Ваканда навсегда» прекрасно стартовал в прокате. Первые выходные принесли 330 миллионов долларов, что сделало новый блокбастер Marvel новым лидером бокс-офиса. На территории США лента заработала солидные 180 миллионов. Превзойти показатели оригинальной «Чёрной пантеры» сиквелу, конечно, не удалось, но это всё равно грандиозный показатель. Картина режиссёра Райана Куглера продемонстрировала третий по мощности старт в постпандемийный период, уступив лишь двум другим проектам Marvel – «Человеку-пауку. Нет пути домой» и «Доктору Стрэнджу в мультивселенной безумии». В США, согласно статистике, 43% проданных билетов обеспечила афроамериканская аудитория. Работа над продолжением сопровождалась многочисленными трудностями – от смерти Чедвека Боузмана до съёмок в разгар эпидемии коронавируса и серьёзной травмы актрисы Летиши и Райт. Но труды, по всей видимости, вознаградились сполна. Тем более отзывы зрителей тоже преимущественно положительные. Считается, что сиквел собирает меньше денег, чем оригинал из-за почти трёхчасового хронометража, на который готов не каждый зритель, холодного времени года и, собственно, отсутствие Боузмана. Впрочем, несмотря на успехи «Чёрной пантеры», Марвел вскоре может столкнуться со снижением зрительского интереса, поскольку слишком закармливает аудиторию. У компании, помимо полнометражек, куча всяких сериалов, и следить за этим всем становится очень сложно. В честности, как выяснилось на днях, Amazon Prime заказал сериал про шёлк из комиксов про Человека-паука. Его шоураннером станет Анжела Канг, одна из ведущих авторов «Ходячих мертвецов». Также сериалом займутся Крис Миллер и Фил Лорд, сценаристы «Человека-паука через вселенные». Это проект Sony, а та, справедливости ради надзаметить, не так уж и спамит новинками. Но Disney выпускает свежий контент гораздо чаще, и всё вместе становится сложно переваривать. Интернет-платформа Fandom провела опрос, согласно которому более 1 трети поклонников Marvel в этом году устали от постоянного потока контента. Речь идёт обо всех премьерах, и тех, что в кинотеатрах, и тех, что снимаются для Disney+. А фанаты Marvel — это чаще всего такие люди, которые именно смотрят всё подряд. В отличие от фанатов DC, те предпочитают смотреть фильмы и сериалы выборочно, о конкретном персонаже. Это лишь небольшая часть исследования из собственных данных фэндом, которую посещают более 300 миллионов пользователей со всей планеты. Платформа в рамках исследования даже разделила поклонников Marvel на 4 категории. Первая называется The Advocates — сторонники. Это самое ядро фанатской базы, те, кто максимально вовлечён в продукт. Среди франшиз, обладающих наибольшим количеством сторонников, авторы исследования называют Marvel, Рика и Морти, Гарри Поттера, DC, Звёздные войны и очень странные дела. Вторая категория — The Intentionalists — интенционалисты. Это люди, которые в среднем составляют самый большой сегмент фанатской базы франшизы. На их решение о просмотре или покупке влияют маркетинг, обзоры и другие внешние обстоятельства. Франшиза с большим количеством интенционалистов — это сексуальная жизнь студенток, «Во все тяжкие» и «Лучше звоните соло», рассказ служанки, «Игра престолов» и «Убийство в одном здании». Третья категория — The Culturists — культуристы. На них, как указывает платформа, сильно влияет шумиха вокруг популярного релиза, и они рассматривают просмотр как возможность пообщаться с друзьями и семьёй. Франшизы с большим количеством таких фанатов — это Чикаго в огне, Тед Лассо — настоящий детектив, «В Филадельфии всегда солнечно». И четвёртая категория — The Flirt — флиртующие. Это люди, которые прежде всего заинтересованы в таких развлечениях, что позволит им найти общий язык с окружающими. Франшизы с большим количеством таких поклонников — «Офис», «Губка-буб квадратные штаны», «Девочки Гилмор», «Южный парк» и «Друзья». Пишите в комментариях, к какой из категории, на ваш взгляд, принадлежите вы, если, конечно, нашли себя. В общем, фэндом хочет сказать, что в среднем примерно половина фанатских бас крупных франшиз состоит из так называемых культуристов и флиртующих. Исходя из этого, исследователи полагают, что направленный на этот сегмент аудитории маркетинг может значительно расширить охват популярных франшиз. Ну а сторонники всё ещё готовы с запоем поглощать новинки Marvel. Пусть они уже и чувствуют усталость, но, согласно опросу, энтузиазм всё ещё при них. А вот что касается DC, то её киновселенную, как вы знаете, ждёт масштабная перестройка. Новый руководитель Уорнер Дэвид Заслав отметил, что новые проекты не будут завязаны на тематике мультивселенной, а будут включены в единое и целостное повествование, и количество экранных Бэтменов планируется прилично сократить. Их сейчас три — Бен Аффлек, Майкл Китон и Роберт Паттинсон. Если брать в расчёт автономную трилогию с Кристианом Бэйлом, то четыре. По словам Заслава, новоявленные креативные кураторы DC Studios, Джеймс Ганн и Питер Сафран уже занимаются данным вопросом. Кто станет основным Бэтменом, пока ясности нет, но серия с Паттинсоном точно никуда не денется, как Джокер и трилогия Кристофера Нолана. Это будет отдельная ветка со своим миром и спин-оффами, за которую отвечает исключительно режиссёр Мэтт Ривз. Что до Бэтмена киновселенной DC, то вопрос остаётся открытым. Не исключено, что в этом статусе вернётся Бен Аффлек. При прошлом начальстве DC планировалось сделать центральным Бэтменом Китона, из-за чего его включили во Флэша и задействовали в отменённом фильме Бэтгёрл. У возрастного актёра было также камео в сиквеле Аквамена, но внезапно от него отказались в пользу появления Аффлека. Свои сцены звезда блокбастеров Зака Снайдера отснял ещё в конце июля. Следующей премьерой DC, после отгремевшего недавно Чёрного Адама, станет Шазам! Ярость богов. Выход назначен на 16 марта 2023 года. Вместе с тем, Уорнер планирует экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя». Оригинальное произведение многими фанатами считается восьмой частью книжной саги о мальчике, который выжил. Четырёхтактная пьеса была написана Джеком Торном и вдохновлена Джоан Роулинг. Премьера первого спектакля состоялась в 2016 году в Лондонском театре Вест-Энда. Главным героем выступает сын Гарри — Альбус Северус Поттер. Он тоже учится в Хогвартсе, где однажды попадает в страшные неприятности. В своих приключениях он встречает множество персонажей оригинальных книг, а также их детей. Хотя «Проклятое дитя» стало чрезвычайно успешной постановкой, побившей рекорд по количеству проданных билетов за неделю, некоторые поклонники «Паттерианы» считают, что его сюжет противоречит романам Роулинг, а критики и вовсе называют произведения фанфиком. Но Уорнер очень желает вернуться к франшизе. Фантастические твари компанию не устраивают, и их дальнейшее развитие под вопросом. Дэвид Заслав с помощью этого проекта надеется реабилитировать серию после провала фантастических тварей «Тайны Дамблдора». Это самый неудачный фильм среди всех, что связано с произведениями Джоан Роулинг. Что касается российских зрителей, то им Уорнер показывать не желает даже старые ленты. Компания запретила российским телеканалом трансляцией «Гарри Поттера» до середины 2024 года. При этом, что странно, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышла целая пачка проектов Уорнер, вроде третьего сезона «Харли Квинн». После «Железного человека» все знают Роберта Дауни-младшего, но при этом немногие среди массовой аудитории в курсе, кто такой Роберт Дауни-старший. А ведь знаменитый актёр «Любовь к кино» унаследовал от отца, который является независимым режиссёром и сценаристом. И именно в его картинах Дауни-младший начинал карьеру. Netflix собирается выпустить «Документалку», где как раз зрителей и познакомят с Робертом Дауни-старшим. Он умер в 2021 году от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. Этот фильм повествует о трёх годах его жизни, взглядах на мир, творчестве, отношениях с другими людьми и собственным сыном. Дауни-младший принимал активное участие в разработке картины, так как он считает, что великое наследие его семьи заслуживает того, чтобы быть задокументированным и показанным всему миру. Несколько лет назад потоковый сервис Netflix также наметил создание собственной киновселенной по книжному циклу Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Выяснилось, что руководство сервиса сейчас обсуждает режиссуру сразу двух полнометражных проектов с создательницей «Леди Бёрд» и «Маленьких женщин» Гретой Гервик. Какие из семи книг писателя лягут в основу предстоящих фильмов, не уточняется, но многие полагают, что стриминг откажется от порядковой нумерации. Летом 2019 года на должность творческого архитектора всей франшизы был назначен Мэтью Олдрич, сценарист мультфильмов Pixar «Тайна Коко» и «Баз Лайтер». Как с этим обстоят дела теперь, пока до конца не ясно. Что касается Pixar, то студия презентовала свой новый анимационный фильм «Элементал». По всей видимости, эта картина будет отвечать на вопрос, что если бы у стихий были чувства. Тизер показывает главных героев — элементали огня по имени Эмбар и элементали воды по имени Уэйд, а заодно знакомит зрителей с городом, где живут эти элементали. Всё это напоминает Зверополис, только теперь населяют мир элементали. Выход намечен на июнь 2023-го. А вот DreamWorks Animation представила третий трейлер полнометражного приключенческого мультфильма «Кот в сапогах 2. Последнее желание». История продолжит рассказывать про пушистого героя, впервые появившегося в Шреке. В сиквеле коту предстоит решить, как распорядиться последней из девяти жизней. Сначала он собирается покончить с приключениями и тихо прожить оставшийся срок в кошачьем приюте, однако в итоге отправляется на поиски упавшей с неба звезды, которая может исполнить любое желание, в том числе вернуть уже потраченные жизни. Премьера состоится уже 21 декабря. В прошлом месяце Warner официально подтвердила, что работает над сиквелом Константина, а к посту режиссера спустя 17 лет после премьеры оригинала вернется Фрэнсис Лоуренс. В главной роли по-прежнему Киану Ривз. Постановщик решил рассказать, как так получилось, что проекту дали зеленый свет. По его словам, это просто удачное стечение обстоятельств. В качестве примера он привел появление Ривза на шоу Стивена Колберта, где артист публично выразил желание вернуться к образу экзорциста. У Ривза поинтересовались, какого персонажа тот хотел бы снова сыграть. Он без колебаний назвал Джона Константина, и толпа буквально сошла с ума. До нужных людей наконец дошло, после чего нам предложили. Стоп, ребята, а не хотели бы вы заняться продолжением Константина? В общем, тут переплетено множество разных факторов. Идею Константина 2 продвигали многие годы, но из-за того, что оригинал не добился выдающегося коммерческого успеха, дальше попыток дело никогда не продвигалось. А в последние годы вероятность запуска сиквела практически свелась к нулю, потому персонажем занялся продюсер Джей Джей Абрамс. Последний хотел выпустить крупнобюджетный сериал с расово-разнообразным кастом. По слухам, новое начальство Warner оказалось возмущено деятельностью Абрамса, потому что он набрал целый список проектов, но до реализации так ничего и не довел. Когда начнется работа над Константином 2, вопрос по-прежнему актуальный и требующий разъяснений. Но в данный момент наверняка можно сказать лишь одно — сверхъестественный триллер точно выпустят под баннером DC Studios. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и в Телеграме. А на этом пока всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова